Приём-приём, здарова всем, с вами Хилл Хёрдс. В данном ролике я бы хотел затронуть весьма важную тему. Как вы знаете, я люблю моды. Так вышло, что многие люди тоже их любят, однако с модами возникает достаточно много вопросов, которые мне порой задают в комментариях. Этим видео я бы хотел ответить на самые часто задаваемые из них. Давайте я сразу немножко конкретизирую, в этом видео речь пойдёт больше о модах для Dark Souls, однако часть знаний можно будет применять и для других игр. Ну а если вдруг вам не нравятся моды, возможно вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве и без рекламы? Для этого есть кинопоиск HD, где можно найти тысячи фильмов и сериалов на любой вкус. Коллекция постоянно пополняется, а у популярных можно даже выбирать озвучку. Для меня стало новостью, что в приложении на телефоне можно накачать много фильмов, чтобы потом смотреть без доступа в интернет. Еще есть плюс мульти. Это доступ к музыке, а также 5% кэшбэк на Яндекс Маркете и 10% кэшбэка на Яндекс Афиши и Яндекс Го. Чтобы получить 90 дней бесплатного доступа, достаточно ввести код, что вы видите на экране. Моя ссылка на кинопоиск HD будет в описании. А теперь вернёмся к теме видео. Моды можно ставить только на лицензию или на пиратку тоже. Отвечаю, в лицензионности игры нет никакой разницы. Больше того, иногда проще намеренно скачать пиратку, далее ознакомительную версию, и если что тысячекратно осуждаю, но одобряю, чтобы лишний раз не нажить себе проблем. О каких проблемах идёт речь? Можно получить бан или попасть на теневой сервер с читерами. В Dark Souls'ах, конкретно у меня был опыт со второй частью, есть специальные сервера, где вы можете играть с читерами. То есть у вас будут доступны все онлайн функции, можно будет использовать белые мелки, красные оки и прочие функции эквенантов, однако подбор игроков будет среди читеров. Попасть на подобный сервер можно в случае, если вы будете изменять файлы игры, находясь в сети. К слову, никакого бана аккаунта в стиме вам прилететь не должно, максимум теневой сервер. И да, чтобы вы не думали, что я пернатый, я никогда не пользовался тренерами или читами, чтобы навредить другим игрокам. Я напротив считаю подобное поступками нехороших людей. Конкретно я запалился, когда дюпл красные оки, не включив оффлайн режим. Простите, но я безумно любил вторгаться в чужие миры, а фармить оки я не успевал, они улетали как пирожки. Да, немного некрасиво, но удержаться я не смог. Здесь сразу оговорюсь, что почти во все моды нужно играть только в оффлайн режиме, ну если на странице не указано обратное, а зачастую не указано. То есть в одного. Полагаю, стоит оговориться, что в некоторых модах может быть реализовано что-то вроде местного кооператива, однако лично я никогда не пробовал, хоть мне и говорили, что в моде Синдерс что-то вроде этого есть. Ну вот прям от себя от сердца отрывая, я ссыкую заходить с модами в онлайн, потому что мало ли что может произойти. То есть если у вас лицензионная версия Dark Souls и вы не хотите скачивать ознакомительную, то лучше подстраховаться. В Dark Souls 3 вы можете в настройках запуска игры выбрать запускать вне сети. В Dark Souls 2 просто перевести Steam в автономный режим. Самое банальное, можно дернуть ландшнур из вашего системника на момент, когда собираетесь поиграть. Для чего все это? Когда вы запускаете игру, то идет проверка файлов игры. Любой мод это замена файлов игры. Если вы поставили мод и зашли в онлайне, велик шанс попасть на теневой сервер, потому что как вы знаете, когда вы запускаете Dark Souls, там идет некая проверка. Вот это как раз таки проверка целостности файлов игры. Конкретно у меня специально на диске есть версия Dark Souls 3 со всеми DLC, скачанная для ознакомления. Весьма удобно. Делаешь какие хочешь манипуляции с модами и не паришься. Теперь, полагаю, будет уместно поговорить о том, как убрать мод и вернуть все в изначальное состояние. Тут на самом деле есть только один действенный способ. Просто после того, как наигрались в мод, берем и удаляем папку с игрой. Полностью. Потом заново устанавливаем или лицензию или ознакомительную версию. Если вы играли на лицензии, то сейв персонажа тоже лучше заранее удалить. Вы, конечно, можете попробовать удалить только папки с модом, однако что-то можете забыть. Ну и не стоит забывать, что многие моды ставятся куда сложнее, чем банальная замена папок. Для некоторых вообще требуется чит-энжин. Очень многие спрашивают, почему все моды на английском языке. Дело в том, что мододелы, когда создают мод, в большинстве своем делают его на английском. И тут уже если кто-то специально не перевел новое описание предметов, то вариантов поиграть на русском нет. Хороший пример это мод Synthers для Dark Souls 3. Не так давно появилась русификация. Вроде бы это вся основная и действительно полезная информация о модах. Насчет установки, зачастую процесс описан на странице Нексуса, в противном случае проще найти гайд в ютубе. Если мод довольно распространенный, это не составит труда. Если будут вопросы, буду рад ответить на них в комментариях. Также в закрепленные буду добавлять важную информацию, если такая появится. Надеюсь, что было полезно и интересно. А также благодарю за просмотр. Ну и если хотите, то можете подписаться. Ну или не подписаться. Всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.